Всем здравствуйте, меня зовут Мила Яницанская, я профессиональный астролог и консультант лаборатории жизни. И сегодня мы с вами поговорим про октябрь и, конечно же, астрологический прогноз на этот месяц. Я почитала ваши комментарии под предыдущими прогнозами, кое-что учла, кое-что не очень, но со всей моей душой и со всеми моими стараниями, которые я вкладываю в каждый прогноз. Как и всегда, в этот раз я вам расскажу про очередной месяц и про то, что нас ждет с точки зрения небес. Еще маленький комментарий. Все мы делимся на двух людей, логиков и людей, живущих от эмоций. То есть есть люди, которые живут от ума, а есть кто от сердца. Первым нужна четкость, структура. Вторым нужны эмоции, состояние. Я все-таки больше человек про эмоции и про состояние, поэтому прогноз в любом случае я считываю, интерпретирую, комментирую и выдаю вам, дорогие слушатели, через свое сердечко, через свои эмоции. Поэтому, если вы хотите, можете сонастроиться и просто слушать, что я вам буду рассказывать. Те, кто любит четкость, структуру, логику, в этот раз прогноз организован ровно так, чтобы вам тоже было интересно. Итак, приступим. Первое. Общие тренды. Что ждать в этом месяце, на что стоит обратить внимание. Так скажу, что месяц начнется с солнечного затмения. Поэтому, как месяц начнем, так он и пройдет. Но бояться не стоит. Оно немножко специфическое, бесспорно. Переживали и не такое, проживем и это. Закончится октябрь, начнется ноябрь. С 9 октября этого года у нас Юпитер будет в знаке близнецов разворачиваться в ретроградное движение. И тоже эту тенденцию впишу в описание месяца и расскажу вам, ну так, общими словами, что нам это несет и на что нужно будет обратить внимание. Из неприятного. В октябре нас ждет усиленное злословие, манипуляция, агрессия и повышенная конфликтность не только наша, но и окружающих по отношению к нам или друг к другу. И, как вариант, мы станем наблюдателями этого. Разрушенные отношения, незапланированные расходы финансовые и, как следствие, экономия из необходимости. Из позитивного. Профессиональный и экспертный рост, глубина в стремлении к самопознанию и трансформации будет нас преследовать и заставлять нас не останавливаться на пути глубинных перемен. И девиз «учиться и все получится». 2 октября нас с вами ждет солнечное затмение, то есть новолуния, которая будет в весах в соединении с Лейлит, Меркурием и в квадратуре с Марсом. Что мы тут можем сделать? Нам директивно с неба спускается задача сохранять баланс, не спорить. И нас будут проверять на слабо, потому что действительно мы можем пуститься во все тяжкие, порвать все отношения, войти в конфликт с многими, нас провоцировать на конфликты будут на каждом шагу. Ну ладно бы, если конфликты, а то, может быть, еще и до драк дойдет. Очень не рекомендую, потому что будет много болезненного, неприятного, как с эмоциональной, так и с физической точки зрения. Небо нас призывает учитывать баланс интересов, попытаться даже в самой патовой ситуации все-таки договориться. И, может быть, даже если и пойти на конфликт, то хотя бы сказать «Так, иду на конфликт» и уже начать рассказывать другому человеку то, что вам не нравится. Либо, когда вам что-то высказывают, вы можете сказать «Похоже, мы с тобой конфликтуем, но давай сделаем это по-взрослому, по-настоящему». Это спасет ситуацию. Что нужно или рекомендовано делать в этот момент? В эти дни затмения петь, танцевать, ходить на спорт. Может быть, даже ручной труд нам будет намного важнее и полезнее, чем интеллектуальный. Убираться, хлопать половики, давно забытое занятие, можно вспомнить. Либо просто копать, если все еще у вас идут какие-нибудь слегка с работы. Все ручное нас будет спасать и отвлекать от тех негативных эмоций, которые возникнут как раз на затмении. 17 октября нас с вами ждет полнолуние вовнем. Луна будет вовне, солнце будет в весах напротив луны. И все это замыкается на напряженную конфигурацию Тау-квадрат с Марсом на вершине. А это значит, что те конфликты, которые будут начаты 3 октября, либо которые начнут зарождаться 3 октября, они получат свой взрыв или свой анонс в мир. Они проявятся еще ярче, когда будет полнолуние. Потому что это прямолинейное столкновение интересов как наших внутренних, недовольства собой, так и внешних, когда одну из частей либо луну, либо солнце отыграет наш партнер, либо какой-то коллега, который войдет с нами в непосредственную коммуникацию. Рекомендации ровно те же, что и под затмение. Петь, танцевать, спортом заниматься, больше переключаться на ручную работу, физическую работу, чем на интеллектуальную. Тем самым мы себя очень классно поддержим, спасем, отвлечем, проживем эти небесные события в более позитивном для нас варианте. Я бы, наверное, сказала так, что угодно, лишь бы не ругаться. Но тут уж посмотрите за собой. Для многих затормозить себя в моменте – это очень сложно, и это правда. Поэтому стремимся к тому, чтобы, по крайней мере, где-то там на пике конфликта не сжигать мосты, оставить хотя бы маленький шажочек на то, чтобы в последующем можно было помириться. А если вы хотите узнать, насколько вы в контакте с энергиями различных планет, приглашаю вас пройти тест, ссылка на который будет под этим видео. Ну а теперь по декадам месяца, декады – это 10 дней, мы с вами поговорим, чего делать, а чего же не делать совсем. Не делать. Не конфликтовать, не выяснять, кто круче, не спорить, не входить в конфронтацию. Что делать? Входить в партнерство любое, но при этом держать границы свои и уважать границы другого человека. Объединяться для достижения результата с другими людьми и вместе работать над одной задачей, то есть на один результат. Учиться, сдавать экзамены, путешествовать и обязательно избавляться от ненужного, как в мыслях, в эмоциях, в травмах психологических, так и физически, просто от вещей избавляться. Вторая дека до месяца – не делать. Не конфликтовать, не пытаться манипулировать другими, не играть в шантаж, если вы в этом не суперпрофессионал и у вас нет специального образования. Не пытаться показать независимость и не рвать отношения. Не соглашаться на спонтанные расходы, даже если вам кажется, что сейчас самое время купить что-то, о чем вы вчера еще даже не думали. Что делать? Поддаваться креативу и самым шальным идеям. И обсуждать с теми людьми, в которых мы уверены и чувствуем к нам лояльность. Продолжать учиться, преподавать и передавать знания. Если преподавать не получается, зацепитесь за фразу «передавать знания», наставничество, советы давать, особенно в том, в чем вы действительно хороши и в чем экспертны. Обязательно пишем дневники, книги, а если вы ведете свои странички в соцсетях, то еще статьи будут самое то, что нужно делать, писать и выкладывать на всеобщее обозрение. Постарайтесь в этот период хоть что-то отложить, то есть скопите. И, конечно же, я говорю про финансы. Обязательно ставим цели. Единственный момент, мы ту цель, которую поставили, поделить на два, потому что мы слишком их будем масштабировать не по силам, поэтому делим на два. И вот когда у нас появилось понимание объективной цели, приступаем к ее исполнению. Третья декада месяца. Не делать, не впадать в ярость, не откладывать ничего на последний момент, попытаться либо сделать сразу и уже потом в срок сдать, либо потихонечку делать в течение всего срока, но уж точно не в последнюю секунду. Не завышать планку своих возможностей и действительно объективно смотреть на те силы, которыми мы обладаем. И не смешивать амбиции с мечтами, иначе мы можем очень сильно попасть в поросак. Что делать? Прилагать усилия для важного рывка в профессии. Экономить ресурсы и деньги, и связи, и силы. Все экономим. Концентрируемся на задачах и обязательно расставляем приоритеты в задачах и делах. Что делаем сначала, что потом, что третьим эшелоном. То есть это для нас будет очень важно. И, конечно же, следим за языком и меньше болтаем. Если вы хотите понять, как тренды месяца будут влиять лично на вас, добро пожаловать на консультацию. Об этом в персональном варианте я вам все расскажу. Записаться на консультацию можно по ссылке под этим видео. Ну а если вы относите себя к прекрасной половине человечества, неважно какого вы пола, можно воспользоваться календарем красоты, который публикуется практически каждый месяц в моем телеграм-канале. Ссылка на телеграм-канал под этим видео.